ой говори я вчера немножко вопросе не разобрался и на тихо я нашел работу но мне там с алкоголем я работаю я алкоголь расставляю по полкам мы не продаю все равно работаю можно ли вообще а что то что там в продаже табак водкой табак водка есть есть но не надо тогда вот послушай вот приехала машина в зоне а там разные люди сидят но они знают что венс это на особом положении баптистский руководитель но нам работает там а его вызвали вот эти вот ящики тащил посмотрю в коробке там папиросы а зима и он не стал носить поставили полицейского там тогда милиция была и он стоит там ночь он не знает что ним разговор в америке идет а в нем президент говорит и они не прикоснулся к этим коробкам но его не убивают ничего еще немного прошло дня и и на самолете вылетает в америку вот как бог делает рассуждать да он не православный православный бы нашел компромисс но им однако верующие то они не прикасались к доложертвенному даже рукой а это убийстве на оружие табак отнимает 13-15 лет жизни и последние 10 лет харкает туберкулезом людей заражает и он не пошел георгий венц вот возьми с него пример все хорошо тут моей выгоды нету ни там ни здесь ну вы сами решайте мне не один раз предлагалось такое что то нельзя я отвечаю нельзя а почему я объясняю по слову божию вот так когда то через меня милостью божию 32 человека подпольщики вышли из подполья православные пыха и их приняли православие дети пошли в школу они вышли на работу и вот тут интересы сап совпали государственные и верующих и они меня хотели забросить на абазу там где лыковы ну я говорю моя дорога то спихнетесь с машины то да вы что там и гнать их давать что нас так плохо думаете но больше не стали говорить игре я вам не доверяю а вот они пришли это конечно милость духа святого прекрасные люди одна из них стала настоятельности монастыря раиса шишкина а стала отхода ксения или кем вот так миленький мой я не могу другое сказать господь знает испытывает нас ну и посмотри сам что сделать дальше как прошу я понял георгий не промахнись ты строишь только начала жизни своей вот когда муж женой не ладят а ребенок все слышит унижают как мать или она судит об отце ну и он вырастает таким вот у нас они бывало мать не так делает чтобы кто не обжегся отец внимательно смотрел ну и вот отец выйдет и чтобы мать говорила про отца мы не слышали а в семье 10 детей нас было пять мальчиков 5 девочек неграмотные родители как они это знали все время старались чтобы труд у нас был и мы ни с кем не знали все играем одни ребятишки рыбу ловим коров с отцом пасем и вот это все привелось и на всю жизнь лев николаевич толстой жил 82 года и он говорит вот когда 80 лет было половина того что во мне есть доброго я получил до четырех лет от родителей до четырех лет самое главное то они так что бывает свекровка просит вот небеску свою ребенка пусть он у нас будет наград я с ним рядом буду чтобы я свободная 2 ребенок маленький на руках они никак ну что она должна делать они неверующие что они в него поселит он уже не хочет идти в церковь ребенок-то маленький не надо тут кто любит отца и мать больше чем меня не достоин меня говорит господь поэтому формируется новая личность ты только-только начинаешь первые шаги делать бескомпромиссно иди нет сатана расставил ловушку я обойдусь без этого мой господь знает самый сильный у него работ много для меня но он проверил меня я оказался верным я благодарю бога это благодать я бы спекся уже и по голосу видно что ты не против был бы так что миленький постарайся никогда где есть запрет туда не лезьте никак если требуется что-то сказать неправду но и тоже нельзя я вот читал про одного аркадия его звать в америку поехал ну и там он здесь был продавцом и там его поставили и он продает там где мясо продают а его пришел хозяин то и спрашивает ну как работал год хорошо он открыл холодильник а там куски мяса а что это за а это я себе взял дак ты за них заплатил да какой заплатил тут у тебя какой сорта был он говорит 2 я во первым сделал я за день именно торговал пять раз больше счет и скупердяй начальника это той и кого я принял то и он значит так сразу его увольняет и стал звонить спросил кому продавал и сказал у меня новый сторож этот проводовес неправильно сделал он продал вам по какому по первому сорту это то второго сорта мясо было поэтому придите возьмите остаток вот как надо жить а этот аркаша его наклон наклонил но не получилось ничего никогда нельзя можно молчать молчи иисуса спрашивали он не отвечал пилат горит мне ли не отвечаешь молчи мне часто приходилось именно так я ни слова не говорю собрание там у меня хоз и в гриллу ну я я молюсь пройдет время господь посеет другое никогда не бойся этого что я не мог сдачи дать ну и что мне отмщение я вас дам говорит господь мне не надо надо было пушкину идти лермонтову такие таланты загубили а зачем отомстить она его наталья то жена пушкина тут же вышла замуж вот так вопросы но помолитесь сегодня мы ждем груз как сказали я не вижу тут сестру елену должны будто бы должны поездом привести к истину православию я еще в руках не держал эту книгу но сейчас все доработаем может быть это последнее что я издам проповеди во свете святой библии кто будет помнить помните что необходимо все здесь средства люди что помогли из видео в вор перевести кто еще не брал позвоните мне я дам только слушать надо что там говорит и дословно туда занести а мне скинуть а дальше мы выправим это вот за последние 13 лет я говорил только в устной форме на проповеди храме вписанном виде нету но и вот решили делать уже нашлось 32 человека по одному взяли долго держат а некоторые уже даже два сделали ролика а сколько их там не знаю ну по по моим подсчетам должно быть не меньше чем 650 так что всем хватит вопросов никого нет но все тогда с богом отхожу